Купание капского варанчика, часть 2. С последнего купания наш Стэнли значительно подрос. Он гораздо проще и миролюбивее относится к рукам. Ему это даже нравится, когда его поддерживают в воде. Может немного расслабиться. А когда отпускают, он похож либо на бревнышко, либо начинает плывить. Или пытаться выбраться. Кстати, это он уже неплохо умеет. Не получилось. Но он ёвно нащупал. Оп. Вот он наш. Не хочет, чтобы его брали. Ага, но придется. Это место не для тебя. Поэтому снова отправляемся в ванную. Притом это не значит, что он не хочет копаться. Или не любит. Капский варан и сами по себе любят купаться. Просто ему доставляют некоторые неудобства, что его заставляют принимать ванную. Поэтому с недавних пор он находит вариант, как оттуда выбраться. Не всегда успешно. И снова забрался. К сожалению, мы его снова отправим купаться. Потому что на холодной раковине ему не место. Купание в ванне стимулирует линьку. Позволяет проще отходить старой коже. Ну и полезно для гигиены. А полезные запулы помогают ему не слишком обрастать жирком в его замкнутом пространстве, в котором он живет. Сегодня он прям молодец. С каждым купанием все эффективнее находит способ выбраться. Но не всегда получается удачно. И его брюшко такое раздутое, потому что он набрал туда воздуха, чтобы не тонуть. Заметьте, он не опускается в воду ниже спины. Еще месяцок, и ему понадобится ванночка побольше для купания. Иначе он будет сбегать регулярно. Ну ладно, ладно. Успокойся. Мы тебя немножко поддержим. А ты можешь отдохнуть.